Приветствую зрителей, Леонид Котвицкий. Сегодня тема, относящаяся к экономике. Хотя я не экономист, но поделиться своими мыслями могу. Если кто реально там экономист, изучает экономику на серьезном высоком уровне. Можете это видео даже не смотреть, переходите на другие каналы. Потому что я тоже экономику изучал и пятерку имел, но было это уже давным-давно в институте. А так, ну, на уровне общей эрудиции, все-таки хочу своими мыслями поделиться. Почему? Потому что недавно приехала у нас знакомая жена из Польши и начала говорить про те цены. Знаете, какие там дешевые цены? Ё-моё, говорит, бензин и тот дешевле, который там нефть качается из России, из Казахстана, оно должно быть дороже, оно дешевле. Кусок мяса, говорит, в три раза дешевле чуть здесь. То есть здесь просто уже после Польши не хочется его покупать. Знаем те цены, которые там, говорит, шок. Просто шок, говорит. В три раза дешевле. Ну вот как так может быть? Могут же? Могут. Почему у нас дороже? Почему у нас не понизить эти цены? Вот такой простой вопрос в этом видео я задал. И хочу своими мыслями и разлогольствованиями поделиться. Почему вот у нас просто так нельзя взять и понизить цены? Многие вспоминают не только за рубеж. Потому что за рубежом, ну, есть некоторые вещи, которые там дороже, значительно дороже. Так, пойти, например, там массаж сделать или маникюр какой-то сделать. То есть человеческие услуги, где с тобой должен работать один мастер, там будет значительно дороже. Но вот одеться, пропитаться, снять какое-то простое жилье, машину тут же купить. Ё-моё, всё намного дешевле, чем у нас. Намного. А у нас перекручено всё. Намного перекручено. Причём и то, что везётся от них. Ладно, там понятно, на машине идёт на сценка, на таможне. Вот. А на этих... Сейчас себя отметим, чтобы про машины отдельно вспомнить. А товар, который у нас есть, то же мясо, та же картошка. Ну, масса всего. Значительно дешевле. А зарплаты? Зарплаты при этом выше 5-7-8 раз, чем у нас. Вот спрашивается, ну как так? Могут же. Почему у нас просто взять и не понизить цены? Отдельно хочется вспомнить, были политики, которые прямым текстом при выборах обещали, что стану я президентом, у меня будут низкие цены. Некоторые даже действительно стали премьером, я позже расскажу почему. И действительно понизили цены на то же самое мясо. Вот резко взяли и понизили цены. Значит, можно, да? Как же они это сделали? Ну, и отдельно хочется вспомнить Советский Союз. Тогда действительно продукты были дешевыми, практически все было дешевое, доступное. Это уже другой вопрос, сильно ли доступное. Но прокормиться, одеться и так далее было значительно дешевле. Жилье вообще умудрялись дешевое делать, бесплатное. Если свое строишь дом, то дешевый дом получался. Могла семья его легко построить, если квартира вообще бесплатная была. Но вот могли же тогда сделать дешево. Почему нельзя сейчас? Вот делюсь я своими мыслями, ребята. Извините за долгое вступление. Рассказ будет еще дольше. Просто будет долго. Вот у меня возник сразу же первый вопрос. Мы люди сельские. Так? Хорошо. Ты возьми, вырасти своего кабанчика. Вырастешь его, продашь его в три раза дешевле, чем у нас остальные продают. Ну, продай его по той цене, которая в Польше. Сразу, сразу у людей, опс, потому что каждый знает, сколько стоит кармана тут для того кабанчика, сколько для него стоит построить сарайчик, сколько стоит картошена, свекла, комбикорм, зерно. Все прекрасно знают цену. Ну, конечно, я не буду продавать в три раза дешевле. Не то, что из жадности, а просто потому, что это нереально. Нереально. Ты в себе будешь работать в убыток. Ты пропашешь полгода, год возле этого кабана, вырастешь его, и продашь дешевле, чем ты на него потратился. Ну, получается, нельзя. А как же все-таки в той Польше или много где в мире получается, что можно? Там можно, а здесь нельзя. Значит, во что мы упираемся? Мы упираемся в то, что очень много всего играет роль для того, чтобы было дешево. Очень много всего. Значит, простейшее, что мы видим, это должно быть дешевое все. Так, значит, то зерно, то картошка, то те стройматериалы, свекла, все должно быть дешевле. Так, оно должно быть дешевле. Чтобы было дешевле свекла, зерно, картошка, должны быть дешевле удобрения, должна быть дешевле техника, должно быть дешевле корюче-смазочные материалы для этой техники, чтобы его вырастить дешевым, продавать дешевые корма, из низ дешевых кормов могло вырасти дешевое мясо. Все должно быть дешевле. А оно все дороже почему-то. Значит, в какой-то мере замкнутый цикл. Одно дорожает, все, что зависимо от него, дорожает соответствующе. Самый распространенный вариант – это топливо. Только растут цены на топливо, растут цены на все. Потому что все, что мы едим, одеваемся и так далее, это надо ввозить. Цена сразу возрастает из-за роста цены на топливо. Ну и много-много чего зависит. Почему же где-то могут умудриться цены сделать дешевые, получается на все, а у нас не получается. Почему? Вот теперь я бы выделил такой момент. Ну, несколько важнее. Комментов, которые я считаю, играют роль. Я в первую очередь буду рассматривать продукты питания. Это наряду с коммунальными услугами самая болезненная проблема сейчас. Продукты, коммунальные услуги дорогущие. Итак, первое – это то, что оптом дешевле. Хорошая такая фраза. Оптом дешевле. О чем это нам говорит? Естественно, все знают, что нанимать репетитора для одного своего ребенка получается гораздо дороже, чем учить несколько тысяч детей в одной школе. Даже дешевле этих детей возить, довозить, но учить их в одном месте. Сразу учитель занимается с 20-30 детьми. Они учатся. Качество обучения хуже чуть-чуть получается, но гораздо получается все дешевле, чем заниматься индивидуально. И это относится практически ко всему. Значит, что? Вырастить одного кабанчика на семью. Представим семью даже в два человека, муж и жена, которые будут этим заниматься. Значит, чтобы вырастить 100 свиней, нужно 100 человек, которые будут по одной семье выращивать. Например, на 100 свиней нужно 200 человек. Эти 200 человек все должны иметь в 100 сарайчиков. Каждый отдельный сарайчик для свиней. Они отдельно будут ходить по базарах, закупать корма. Они отдельно каждую свиню будут кормить. Отдельно за каждой свиней выбрасывать навоз. Все это потребует очень больших затрат. На 100 свиней 200 человек. Плюс они каждый еще хочет что-то заработать. Соответственно, это одни затраты. Построить ферму, в которой 100 свиней. На эти 100 свиней не надо 200 работников. В ферме уже более-менее можно автоматизировать. Человек работает целый день. Эти корма, даже если вручную разбрасывает, эти корма разбрасывает целый день. А не так, как дома утром и вечером покормил по часу. Корма покупаются оптом. А когда ты покупаешь корм не 20 килограмм мешочек или 50 килограмм, а покупаешь тонну, то цены уже совсем не те. Цены уже значительно дешевле. Особенно, если ты подписываешь договор, что эти корма будешь покупать целый год подряд. Уверены в тебе, что будет покупатель, значит еще дешевле. И работникам на ферму в 100 человек уже не надо 200. На 100 свиней не надо 200 человек. Уже достаточно 7 человек, 8, 5, 10, смотря как организуешь. Получается экономия уже на рабочей силе, экономия на закупках продуктов, экономия на многочем. Навоз выбрасывать, этот же навоз даже развозить. Так вот, каждая семья должна иметь что? Либо свой ввоз с лошадями, чтобы этот навоз потом из свиней выбрасывать, в огород вывозить, или куда-то там даже его продавать. Так, значит, нет, то нанимать технику. За наемную технику ты платишь дороже, чем если бы ты имел свою. И все это на 100 свиней, 100 семей отдельно должны вывозить этот навоз. На ферме одна куча навоза, один погрузчик, который его грузит, один трактор, который это все вывозит, продает там или развозит по полям своим. В общем, значительно экономнее, если оптом. Вот такой момент. К сожалению, да, с Советским Союзом сильно все распалось. Колхозы, которые были, практически поразваливались. Где образовались какие-то КСП, там шаткие, нестойкие. Но они привыкли работать при поддержке государства. Поддержки не стало как таковой. Начали кто на своих огородах выращивать. И много чего, всяких продуктов, и того же мяса, и всего. Оно выращивается вот так до сих пор в подсобных хозяйствах. В селе, если у тебя, например, полгектара картошки, то это уже полгектара картошечки посадил. Ничего себе. Как вы справляетесь? Как вы вытягиваете эти полгектара картошки? Это считается много. Но для того же фермера, который для колхоза даже советского, полгектара это было совсем ничего. Это мелочи. Трактор за полчаса эти полгектара обработал. Понимаем, да? А для современной техники, для современных крупных вот этих тракторов, типа Джон Дира и так далее, там один трактор на 500 гектар спокойно справляется. Спокойнёхонько. И один комбайн. И работника на этот трактор нужно 1-2 работника. А когда горячая пара, 2, ну может 3 работника. Они ночью работают и всё. И один трактор и 3 человека. Понимаете? Всё, на 500 гектар. А если мы возьмём людей, сколько нужно людей, то пусть даже по полгектара земли каждый имеет, подсобных в таких хозяйствах. Это считается очень много. То на эти полгектара, если 500 гектар разделить, уже нужно тысячу семей. Тысячу семей. Не 3 человека. Тысячу семей. Каждый со своими лошадями, мотоблоками, мини-тракторами. Либо нанимающий чужое. Это кучу народу. Все эти люди хотят что-то заработать. Все эти люди не будут уже задаром работать. Кучу техники, мелкой техники, которая ломается, сожрёт топливо там и так далее, и так далее. А в крупном хозяйстве с этим справляется один трактор. Понимаете? Один. Несколько совсем человек. И то в горячую пору только несколько человек. А так даже один. Это нормальные цифры. Американский фермер, я читал интервью, один фермер работает с 500 гектаров. Правда зерновых. И у него трактор, комбайн. И ещё одного работника нанимает только на посеве, на уборку. Всё. Это реальные цифры. Поэтому оптом пока не перейдёт к крупным хозяйствам. Не будет дёшено. Пока всё это держится на подсобных хозяйствах. Это всё будет дорого. Точно так же с магазинами. Меленькие магазинчики, они не могут поставить такие цены, которые ставят супермаркеты. Да, иногда что-то бывает дороже в супермаркете. Но в целом супермаркеты за счёт огромных закупок оптовых, за счёт наваженности работы, не то что в магазине, и один продавец, и товар принимает, бегает, там ему очередь кричит, ему надо товар принять, он это всё стоит, считает, бежит в очередь, туда-сюда гоняет, так и сам должен убирать, и сам следить, чтобы не своровали и так далее. Массу работы всё на одного, и получается в среднем эффективность не такая высокая, что в супермаркете разделено, тот охранник, тот кассир, тот принимает товар, каждый занимается своим делом, эффективность намного выше. Поэтому, как ни крути, как ни крути, но должно всё переходить к крупным хозяйствам, к крупным заводам. Даже тот же Китай, который начинал с маленьких фабрик, маленьких ловчонок, таких, так, одна-две комнатки, все какой-то подвал, ещё что-то, и они штамповали это всё сейчас, там укрупняются и укрепляются фабрики и заводы, потому что это вариант удешевления. Так что, увы, пока всё держится на всяких подсобных хозяйствах, мелких ловчонках, кое-где они нужны, без вариантов. Не значит, что любой, там, ну, какой-то, слушайте, укроп, который в пучочках продаётся, он обязательно должен выращиваться на 500 гектарах. Есть вещи, которые могут выращивать и по-мелкому, но надо понимать, что оптом всегда дешевле. Должны строиться крупные заводы, должны разрастаться крупные хозяйства, до определённой меры, конечно, укропления. Не значит, что чем больше, тем лучше, так, потому что, ну, грубо говоря, если взять всю страну и свести к одной ферме, построить там ферму, там, на 100 тысяч свиней, там, или коров, будет это ещё выгоднее, чем фермы, там, по сотне, по тысяче, по полторы. Будет это ещё выгоднее? Нет, не будет. Потому что корма придётся везти за несколько тысяч километров, продукцию развозить за несколько тысяч километров, а это всё топливо, это всё портится. То есть до определённой меры должно быть укропнение, но всё-таки крупные хозяйства, заводы, магазины и так далее, они более выгодны, если мы говорим о цене. Другой вариант, что всегда будут маленькие магазинчики, которые возле дома, потому что есть пенсионер, которому тяжело где-то далеко добираться до супермаркета. Есть человек, который вышел там по буханку хлеба, он тоже не попрёт в супермаркете за два квартала, он вышел и купил рядом магазинчики, пусть чуть дороже. Так что будет и такое, и такое, но если всё держится на мелких хозяйствах и магазинчиках и так далее, это всегда будет дороже. Поэтому ларьков сейчас в городах почти не осталось, перешли в магазины, магазины перерастают постепенно, вытесняют их супермаркеты, и так будет дешевле. И это относится ко всему. Даже тот газ, который нас все предпочитают индивидуально везти, ставить у себя дома котлы и делать лично в доме свои котлы, собственное отопление. Во всём мире газ для тех, кто по-крупному закупает. Если, например, здоровенный дом построил одну котельню, это на котельной отапливает. Газ для котельни будет всегда дешевле, чем для квартир. У нас принято наоборот, предприятия платят дороже, а политики, чтобы подобриться к народу, для индивидуальных пользователей делают дешевле. В результате люди ведут свой газ, свои котлы и так далее. Но во всём мире тот, кто закупает сотнями тонн, то есть крупная какая-то котельня, или целый ЖЭК, который квартал отапливает, для них газ значительно дешевле, чем для индивидуальных домов. Потому что газовой службе проще иметь дело с одним, который 100 тысяч тонн качает, чем с 10 тысячами квартир, которые каждый накачает по сотне кубов или тонн. Выгоднее ему с одним, чем с 10 тысячами иметь дело. У нас много всего очень индивидуализировано, из-за этого оно дорого. Поэтому, когда стоит вопрос, вырастешь ли ты сам кабанчика и продашь по такой цене. Никто его не продаст по такой дешевой цене, потому что для него это будет невыгодно. Фермер с крупной фермы, он уже может снижаться. Но, кроме опта, есть ещё моменты. Вот я хочу перейти к другому моменту. Это технологии, уровень развития. Давайте перейдём к той же ферме, к примеру, и представим так, что одно дело, что бегают люди с вёдрами, разносят корм, бегают вилами и бросают навоз. Это нужно пусть этих 7, пусть 10 человек на сотню кабанчиков. Ну, свинок, нет, лишь кабаны, да, кабаны-свини. Другое дело, что всё автоматизировано. В мире, в развитом мире, фермы, они очень-очень сильно автоматизированы. Там не бегают люди с вёдрами, так, они могут ездить с погрузчиками, они загружают это в автоматическую систему, которая развозит этот корм, разбрасывает по отдельных кормушках. Вода расходится, в одном месте заливается вода, она автоматически разъезжается во все поилки. Навоз тоже автоматически сгребает. И эти работники ходят, и только кое-где подправляют недостатки. Если где-то что-то забилось, там подправляют. Если где-то заболело животное, следят, вызывают ветеринара, который лечит, разбирается, перегоняют из сектора в сектор, там, например, на месяц подросла свинка, она перегоняется уже из детского отделения в подростковое, ещё подросла, перегоняется уже в более взрослые. Ну, скажем так, организационную работу чисто проводят. Организационную. Они там почти не пашут физически, но там на ферму в полторы тысячи свиней может работать пять человек. Понимаете, не на сто свиней, на полторы тысячи. Настолько всё автоматизировано. Технологии. Технологии позволяют очень сильно экономить на зарплате, но в целом процесс становится дешевле. Опять же, тот же трактор, тот же Джон Дир, мощный трактор, который за день проезжает 50 гектаров запросто. Который работает и ночью с прожекторами, и всё, и почти не ломается. Ну, ломается, скажем так, всё ломается, но почти нет. Ремонтом его вообще занимается сама фирма-производитель. Ремонтирует очень быстро, никаких тебе задержек, раз-два, всё должно ремонтироваться. Быстро, по крайней мере, там, где это всё налажено. Трактор дорогущий, стоит миллионы, но на эти трактора, на эти Джон Диры, катерпилоры сейчас переходят массово. Почему? Он получается дешевле, чем содержать 40 тракторов. К этим 40 тракторам 40 трактористов, десяток механизаторов. Эти трактора в сумме сжирают топливо намного больше. Почему? Потому что советский трактор, он сначала пашет, потом рассыпает удобрения, потом делает посев, потом, если это окучивание, ещё отдельно может окучивать, например, с картошкой. Современный трактор, современной технологии, он идёт по полю, там вот такая вот стерня, женива по полю, то, что осталось от зерновых, идёт, а за ним уже голая земля, которая перепахана на небольшую глубину. Эта вся стерня измельчена, перемешана, засыпаны удобрения, посеяна, если надо окучивать, то сразу начально окучена, и он идёт, за ним чёрное поле, причём сразу он идёт полосу такую метров 9. Трактор за один проход делает то, что советский трактор делал за 4 прохода. А за 4 прохода, это 4-жды потраченная соляра, а этот за один раз проходит, и он получается экономный. Он дорогущий, но ломается он реже. Раньше целую зиму трактористы, механизаторы только теми занимались, что ремонтировали свою технику. И летом, и весной, само собой, любой тракторист, он не был, не был не водитель трактора, он был в первую очередь механизатор по собственному трактору. Так, он мог разобрать его до последнего винтика, на ходу, что надо подремонтировать, прямо на поле. Ой, как вспомню эти комбайны, это так, приезжает тебе комбайн, прошел из 15 соток, половину стал, подходят, уже какого-то ремня надевают, что-то там кувалдой ровняют, проехали, проехал, доделал. Только на соседнее поле проехал, сломался, стали опять, вылезли что-то там, подбивают, гнут. И так целый день, он целый день ломается, ремонтируется, ломается, ремонтируется. Современная техника, так, развитая техника, она делается, чтобы она так, так уж не ломалась, если ломается, то говорю, занимаются этим специалисты, и затрат человеческих этих меганизаторов, трактористов требует намного меньше. И так во всем. Грубо говоря, возьми пельменную. Представьте, что сидит какую-то фабрику по производству пельменей. Представьте, что сидят люди, которые лепят эти пельмени вручную. Надо 100 человек работников, чтобы они производили там несколько тонн пельменей в день. Если они вручную будут это все раскатывать, делать эти пельмени. А теперь ставится пельменный аппарат, который что? Который один делает то, что делали 100 человек. Другое дело, что эти 100 человек лишаются работы, это уже другой вопрос. Но пельмени эти становятся значительно дешевле за счет того, что это все автоматизируется. Так что вот такой момент. Современные технологии, которые все автоматизируют, уменьшают количество человеческого труда, и продукция получается дешевле. А кто ходит с вилами, с ведром, и все работает вручную, оно дешево быть не может. Потому что масса человеческого труда, людей надо платить им, кормить их за это и все. И так далее. Но опять же, к технологиям современным легко ли перейти? Нет проблем. Любой наш фермер не откажется ни от трактора Джон Дира, ни от Катерпивора, если его дадут бесплатно со всем навесным. Не откажется. Не откажется от этой автоматизации на ферме. Только что это опять же требует денег. И вот проблема, проблема часто клинится на одном месте. Чтобы сделать продукцию дешевле, нужно современное оборудование. Чтобы было современное оборудование, нужно заработать. А заработать ты не можешь. Потому что у тебя затраты на производство огромные. Куча народу работает. Тебе им всем надо зарплаты платить. Продукции все равно. Ну, не накрутишь особо цены, так как конкуренция. И ты не можешь закупить эту технику для этих современных технологий. Не можешь на них перейти. И люди топчутся на месте. Банковские кредиты, если они дешевые, да, это было бы хорошо. Ну, это все если бы. А дешевых с малыми наценками почти нет. Хорошо, если этому помогает государство. Хорошо, если эти там международные кредиты, эти все транши, они действительно идут, вот эти международные разные, помощь, так, государство, попавшее в трудную ситуацию, она идет действительно на развитие современных технологий, на постройку современных заводов. А не на то, чтобы, например, так, мы вам даем кредит, так, а вы нам будете вывозить свой лес. По дешевке причем желательно, так. Вы нам будете вывозить свой гуголь, выкачивать свою нефть, потому что мы вам дали кредит. Вот это уже беда, это тупиковый ветвь, когда просто из страны выкачивает все, что можно. А если дают и следят, чтобы это шло на современные технологии, а мы потом будем готовы покупать уже у вас продукцию, которую вы произведете, ну, это было бы хорошо, но так бывает редко. Очень часто эти кредиты международные сопровождаются такими условиями, что в результате ни современные технологии у тебя не развиваются, а так ты становишься просто сырьевым придатком для другой страны. А от них покупаешь то, что произведено по современным технологиям. Ты еще должен теперь от них завозить, не имеешь права таможенных сборов брать, должен покупать, такие ставятся условия. А ты становишься придатком сырьевым, из которого вырубают лес и так далее, вывозят все, что можно. Ой, вот такая штука. Государство, если дает эти кредиты беспроцентные или низкопроцентные, это хорошо. Опять же, беда, если государство нищие, так и оно давать не имеет, что часто вот это все годами топчется на месте, потому что, я говорю, сам фермер, хозяин завода и так далее, он из-за этих своих отставых технологий не может конкурировать, поэтому у него денег впритык, у него не хватает, чтобы что-то закупить. Где взять денег? Неизвестно. И он так и остается топчется на одном месте и не может сдвинуться с мертвой точки. Или, к сожалению, к сожалению, отставые страны десятилетиями остаются отставыми из-за таких вот тупиковых ветвей. Тупиковой такой ситуации. То есть, денег нет, так, чтобы, ну, ой, не помню еще кто это писал, то ли Тургенев, то ли кто, как один барин, решил помочь своим крестьянам. Так, и он пришел к одному бедняку, говорит, ну что ж ты, надо же трудиться, надо что-то выращивать, зарабатывать, ну что ж ты, все на месте. Он говорит, так я сею, я сею, я стараюсь, а урожая нет, потому что нет навоза. Вот. Тот говорит, ну так, заведи какую-то скотину, то все, так говорит, скотину я заведу, а чем скотину кормить? Урожая-то у меня нет, нет урожая, нечем мне кормить свинью, которую я заведу. Так, у меня не выросла, не выросла ячменя, не выросла овца, ничего не выросло, нечем накормить эту скотину, сами голодные сидим. Вот. Ну так вырасти, ячмень, я вес, а чем выращивать, если навоза нет, чем удобрять? Понимаете? Замкнутый круг. И там так было в этом рассказе, барин так встал, и потом говорит, да, замкнутый круг. И многие, многие, увы, отстающие бизнесы, они не то, что там тупые, они не понимают современных технологий. Понимают, чтобы эти технологии завести, нужно мани-мани. Мани-мани никто не дает, или дает под такими условиями, что ты потом не вернешь, или себе пулю в лоб пустишь, потому что не сможешь это все отдать. Эти огромные проценты. Вот такая штука. Ладно. Но важный момент, кроме того, что оптом дешевле, что нужно укропнение, важный момент, то, что нет современных технологий. Так? И где-то за рубежом действительно ферма, на которой работает несколько человек, а там ух, какое производство. Вот. А у нас этого нет, у нас люди до сих пор, вот, например, в моем регионе, у меня картофельный регион, Украина, Волынь, большинство картофеля выращивается в мелких хозяйствах. Люди дальше выращивают мотоблоками, лошадями, картошечку вручную все выпалывают и так далее, копают, гребутся с этими копачками, понимаете, все по советским еще и до советским технологиям, понимаете, потому что, ну, даже нанять этот трактор, этот комбайн для копки картошки, это очень дорого получается, многие вручную копают. И, ну, это капец, не может быть дешевый картофель таким способом, понимаете, он и так дешевый, так и так люди продают, мне аж странно, зачем люди это вот продают, потому что, как на меня, на затрат просто не окупают. Ну, вот люди как-то по привычке выращивают, продают, сдадут этих там целых три тонны картошки, сдали, вау, знаешь, там 7,5 тысяч гривен заработали, вау, эти 7,5 тысячи гривен это полторы минимальных зарплаты, понимаете, чему тут радоваться, чему тут радоваться, что ты заработал за целый год, напахавшись, намучившись, ты заработал полторы минимальных зарплат, понимаете, вот, а с другой стороны, что человек себе закупит эти трактора Джон Дире, не закупит, что он закупит себе современные комбайны покупки картошки, не закупит, закупить это могут только очень крупные фирмы, потому что этот же комбайн, он не окупится тебе никогда на полгектара, даже на 5 гектарах он не окупится, там нужно гектар, по-моему, что-то от от 300 гектар, ну, как какой комбайн, тогда он начинает окупаться, значит, нужны огромные объемы, да, ладно, соберутся там кто-то, давайте организуем агрофирму, давайте закупим эту всю технику, да, а за что мы закупим, это миллионы, миллионы, где их взять, и вот такая беда, все это стоит на месте, люди жалуются, почему же такие цены, но в то же время люди сами уже поотказывались, вижу, массово от свиней, коров почти уже не осталось, вот соседнее село, Даривка у нас, здесь было, не считая колхозного, то, что люди держали, примерно, ну, три стада поселив коров, так, в каждом где-то по 70-80 коров, вот столько раньше люди держали коров, сколько это получается, это более 200 коров держали только люди поселу, сейчас там осталось одно стадо, и в нем где-то этих коров до 15, почти ничего, понимаете, почему? потому что, ну, вот так, вот так вот, вот, ну, почему они держали при СССР, почему это было выгодно, мы еще к этому вернемся, в конце, потому что держали же люди, это не было оптом, это люди сами держали, каждый свою, одну-две там коровы, но держали, так, при СССР это почему-то было выгодно, к этому мы еще перейдем, следующий момент, это, конечно, сильно влияющий на цену, это налоги, взятки, откаты, как ни крути, хоть какие бы не были у тебя современные технологии, но если у тебя будут высокие государственные налоги, цена на твою продукцию дешевой не может быть, у тебя будут высоченные налоги, взятки, откаты, это вторая боль, так, кроме того, что ты официально платишь, так, и налога следит, чтобы ты каждую копейку досчитал, чтобы ничего тебя там не ушло налево, ты еще должен прийти и кому-то, и не кому-то, а многим, служба, многим, кто был предпринимателем, тот знает, налоговой лично дай, в карман положи, конвертик занеси, пожарной занеси, ОБХСС, когда еще был, им занеси, милиция придет, занеси, тот тому, тому дай, 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 всем дай, каждому надо дать, столько служб, которым нужно дать, что, как ни крути, расходы намного больше, чем человек, вот обычный, который посчитает, это же они на свиней, столько потратили, кормов, они у них, корма дешевые, а это они продают постолька, то ничего себе они залупили цену, ты не знаешь того, сколько уходит на налоги, ты не имеешь понятия, сколько уходит на эти откаты всякие, и эти откаты беда, если налоги, да, еще желательно, чтобы эти налоги как-то тебе возвращались, потому что, если ты видишь отдачу от этих налогов, то ты хоть понимаешь, зачем, если ты платишь высокие налоги, но к тебе провели, пусть не в первый же год, а за 5-10 лет провели хорошие дороги, ты хоть понимаешь, что ты получил какую-то отдачу, так, если тебе дает, платишь высокие налоги, но в то же время у государства кредиты с низкими процентами, различные тебе субсидии, льготы, ты хоть понимаешь, что тебе, как предпринимателю, выгодны эти налоги, чем-то другим оно тебе возвращается, так, а когда ты платишь эти налоги, и оно уходит неведомо куда, в какую-то трубу, то это, знаете, беда, это беда, ну, а взятки, это само собой понятно, они тебе возвращаются только тем обычно, что тебя не накажут, потому что, вот у нас один хозяин магазина, один раз взял, и этим из налоговой сказал, слушайте, что вы вот это с людей тянете деньги, потому что они же приезжают, придираются, придираются ко всему, пока не дашь, понимаете, он не выдержал и сказал, без хамства, ну, просто сказал, так сказать, ему это все достало, чего вы тянете деньги все время с людей, вам же зарплату платят, ну, живите за зарплату, чего же все время тянете, ох, как начали к нему ездить, различные проверки, не только с тобой говорили, все, кто только был, начали к нему ездить, и штрафы, и штрафы, и штрафы, даже, ой, на второй день Пасхи, на второй день Пасхи, что, мало какие магазины открыты, его был открыт, к нему приехали, это же поселок, это же 25 километров от райцентра, к нему одному приехали, его штрафовали на второй день Пасхи, то он чуть не закрылся, столько ему этих штрафов пришлось отдать за полгода, пока уже не успокоились, что это кошмар, понимаете, и вот как человек, которому требуется отдавать все время каждому, каждому, каждому пекать, как человек будет производить дешевые продукции, будет продукция дорогая, потому что деньги уходят куда не надо, сейчас вроде бы, вот тот же Евросоюз, который Украине помогает, он требует борьбы с коррупцией, вроде бы, какие-то движения в этом направлении есть, вроде бы, но, это процесс не одного года, это, мне кажется, лет 20-30 нужно отучивать, и ты совсем все равно не отучишь от коррупции, ну, хотя бы, уменьшить ее до какого-то приемлемого уровня, а не от того, чтобы любой предприниматель всем на право и налево только платил и платил, и платил бесконечно, когда вот это все будет уменьшено, хоть до какого-то минимального уровня, так, тогда и дешевеют, дешевеют продукты, так, ну, а насчет взяток, я думаю, многие знают, поедешь в Польшу, там полицейский, если он тебе твою машину остановил, он еще так, 50 на 50 смотрит, может взять, может не взять, поедешь в Германию, если там ты хочешь взятку, там полицейский вообще в шоке, что ты ему тычешь, там тебя арестовать могут за взятку, и он даже не понимает, как это ты, что это ты с него хочешь, хотя и там уже, с наших, по крайней мере, начали единичные полицейские братья, и там бывает всякое, но там это, конечно, крайне, крайне редко, хотя есть везде все отношения, нет ни одной идеальной стороны, везде оно есть, но где-то это совсем чуть-чуть, где-то это просто на каждом шагу, ну и беда, и все дорогое, в результате это вылезает, потому что тот, кто продает что-то, или производит, он как-то должен эти деньги отбить, должен как-то их отбить, должен, вот и отбивает, следующий момент, это отдельно хотел бы я упомянуть, курс доллара, или любых, скажем так, своей и иностранной валюты в соотношении, ну вот как бы хорошо, да, хорошо, что есть низкий курс доллара, то есть, относительно гривны, рубля, или чего-то, доллара, евро, и так далее, хорошо, потому что, например, подскочил курс доллара, и ты уже насобирал деньги на новый компьютер, а тут, бах, курс доллара подскочил в три раза, и ты уже можешь купить третью часть компьютера только, все, цена вольнула вверх, потому что все, компьютер полностью импортный, нашего в нем нет ничего, и цена его напрямую привязана к курсу доллара, поэтому многие, конечно, стонут, как бы, не как бы был бы пониже этот курс доллара, лучше бы он был пониже, было бы хорошо, с одной стороны, да, на импортные продукты, а для многих государств, это не просто продукты, которые человек лично для себя закупает, это и продукции гораздо больших масштабов, например, тот же газ для Украины, газ, нефть, ладно, страна, которая это имеет свое, тем хорошо, а тут, тем, ну скажем так, там не курс доллара так влияет, а влияют другие факторы, на свою цену внутри страны, а тут так, надо закупать эти миллионы тонн газа, что население нужно чем-то отапливать, так, электростанции тепловые нужно чем-то отапливать, куча предприятий нужно чем-то отапливать, газ надо закупать, хоть и в Украине есть его своего, немало так, но его для всех потребностей страны, включая электростанции, промышленности и так далее, не хватит никак, надо закупать. Что получается? Если курс доллара низкий, то ты собрал из населения условных 100 гривен, за них закупил, сколько там сейчас получается, грубо говоря, 4 доллара, за 4 доллара ты купил там каких-то 10 кубов кассы, я не знаю, я так примерно говорю, поднялся курс доллара в 2 раза, значит, ты собрал те же 100 гривен с населения, население же не долларами платит, гривенами, рублями, тенге и так далее, собрал, купил ты за них уже только 2 доллара, ты уже не 10 кубов кассы смог купить, а уже, увы, купил только 5. Значит, что получается? Получается, что, если низкий курс доллара, то выгодно для государства, поскольку оно с населения берет эти коммунальные услуги из предприятий в национальной валюте, а покупать вынуждено в долларах, и для много-много каких-то товаров импортных выгоден, низкий курс доллара. Но что получается? А вот получается именно та ситуация, когда люди приезжают из Польши и говорят, ё-моё, насколько там всё дешевле, в 3 раза дешевле. Вот тоже мясо и другие продукты. Что получается? Получается своя продукция по курсу доллара становится всё дороже и дороже. Курс доллара понижают, или, скажем так, держат его на уровне. Свои цены постепенно растут. Инфляция у нас никуда не делась в большинстве государств после СНГ. Свои цены растут, растут, растут. зарубежные в курс в долларах или в злотых, или в евро более-менее на уровне. Там не такой рост. Но курс держат на уровне. Всё время держат на уровне курс. Что получается? Получается, что если курс доллара был те же 8 гривен, так, что польское мясо не было дешевле нашего. Оно было дороже. И не было смысла его оттуда везти. Стал курс доллара, да... То есть оно было крайне дешёвое. Что получается? Есть курс доллара, например, 28 гривен. Польское мясо очень-очень дешевое. Сделай курс доллара 56 гривен в два раза увеличь. И польское мясо, то же самое польское мясо по перерасчёту по доллару или, соответственно, подскочит курс евро, курс злота, то польское мясо станет в два раза дороже. То же самое мясо. В своей стране на него цена не поменялась. В твоей стране цены те же самые, но только измени курс доллара, повыси этот курс доллара, то есть понизь курс своей родной валюты, и всё то зарубежное становится дороже. А когда ты, наоборот, снижаешь этот курс, пытаешься его снизить, 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 так удержать на месте, всё импортное становится, всё дешевле и дешевле, и собственный родной производитель разоряется. Помню, было время, когда держали этот курс доллара где-то на уровне двух гривен, это ещё было, конечно, Ох-ох-ох, были времена, да. Я ещё студентом тогда был в 90-е годы, его держали, держали, держали этот курс, то дошло до того, что уже массово даже польская картошка у нас продавалась. У нас Балынь, у нас самый картофельный регион Украины, самые подходящие условия, действительно здесь картофель выращивается массово, хоть и в подсобных хозяйствах, но массово, массово его выращивает. Слушайте, стала у нас польская картошка на рынках. Масса стала польской картошки, и эта картошка дешевле нашей. Её ещё везут из Польши, ещё на ценг, на перевозку. Она дешевле нашей львовинской картошки. Когда, помню, ходили все в шоке, были, говорят, блин, неужели у нас картошки свои не хватали? То же самое, помню, тоже был период, когда тогда даже гиперурожай был в картофеле, когда его столько было, что эти закупщики не приезжали, не хотели приезжать, потому что, говорят, такая дешёвая цена на картофель, что мы себе даже тут топлива не привезём. Горами всё валилось, огромные урожаи, а государство стало закупать египетские картофели. Из Египта завозить. Не то, что запрещали слой продавать. Нет, не запрещали. Свой продавали там, хотя некоторые, говорят, были там ограничения с перевозкой, но всё равно выгоднее было завозить этот египетский картофель, чем продавать, чем свой. Понимаете, слой валяется, египетские закупают, потому что он дешевле. Ну, я подозреваю, что ещё что-то государство могло тогда, тот, скажем так, кто это всё принял, мог нахимичить. Но были такие периоды из-за курса валют, что самый такой наш продукт, которого у нас вот так, понимаете, выше крыши этого своего продукта начали завозить из-за рубежа, потому что там стало дешевле. А потом, как подскочил курс долларов три раза сразу, хопа, и весь этот импорт перестали завозить. Значит, что происходит? С одной стороны, хорошо, что газ дешёвый, относительно дешёвый. При наших нижних зарплатах он всё равно дорогой получается. С другой стороны, беда, потому что собственный производитель мяса, одежды, да чего бы то ни было, хоть автомобиль, он становится неконкурентно способен. Всё импортное становится дешевле. А он хоть старается самые минимальные цены ставить и будет оптом всё делать, и будет автоматизировать производство, и что бы он ни делал, но из-за этого курса доллара его продукция дороже будет. Всё будет значительно дороже. Вот что происходит. Поэтому любое государство может более-менее выжить, только если оно вот так занижает этот курс доллара. Ну, будем говорить, доллара применительно ко всем иностранным валютам, так распространённым. Если государство поднижает этот курс доллара, всё, но оно поддерживает своего производителя. Либо делает на границах большие наценки на возьмемые товары, либо делает ограничения на ввоз из-за рубежа, либо своим производителям начинает давать какие-то субсидии, чем-то им помогать, чтобы они могли свои цены понизить. Либо-либо-либо, но поддерживает своего производителя, а не бросает его на производителя. И притормаживает иностранный ввоз. Опять же, часто случается то, что когда всякие международные валютные фонды и прочие Евросоюзы дают транши, эти денежные переводы, они требуют, что вы должны открыть границы. Вы должны открыть границы для ввоза наших товаров. Ты начинаешь возить этот импортный товар, у тебя ещё и заниженный куст доллара, и что? И твои производители вообще разоряются. Поэтому, с одной стороны, конечно, вот эта наценка на машины, вот эта дорогущая разноможка, которая людей в шок вводит, это, с одной стороны, беда, с другой стороны, оно поддерживает несчастные наши отечественные ещё автомобильные заводы, сколько там на Украине. В Луцке ещё немножко, так, в Запорожье, этот Деуланос, так, чуть-чуть есть этих заводов отечественных, и вот это какая-то поддержка для них. Либо, другой вариант, эти заводы не надо никак поддерживать, не надо за них особо заботиться, не надо делать этих растаможек и так далее, но делаем свободный курс доллара. Или, если так его придерживаем, то там чуть-чуть совсем, то есть, курс доллара станет не 26 гривен, а станет 70, 80 гривен, 100 гривен станет, и тогда все эти Деуланосы, они станут дешевле, конкурентоспособными с европейскими, там, малолитражками, назовём их так, понятно, что они с Мерседесом, из класса, и любая продукция, и продукты, и одежда, и всё от нас станут везти туда, потому что наши станут дешевле, чем их. Но тогда другая проблема. А захочешь ты купить компьютер, а он стоит сумасшедшие деньги. А захочешь ты купить аккумулятор для электровелосипеда, сейчас я знаю нескольких людей, которые имели электровелосипеды и не могут теперь купить этого аккумулятора, который износился от одного знания, который вообще отказался и ездил дальше ногами, потому что ему дорого закупить эти аккумуляторы. Ну, там другая ситуация, человек инвалид, он живёт чисто на пенсии по инвалидности, там не очень расходишься, но если раньше он эту пенсию мог себе купить, то когда курс доллара поднялся, он уже теперь не может и уже запросил. А подскочи ещё курс доллара, то я не знаю, что человек сможет себе купить. Но будет развиваться отечественное производство. При занижении же курса долларов и ещё и свободно открытой торговли, свободно открытым границам, без всяких этих распорожек и прочего, крантец, наступит крантец отечественным производителем. А тогда это снежный кон. Разоряются отечественные фермеры, отечественные заводы, появляется огромное количество безработных. Значит, свои люди на руках имеют намного меньше денег, и мне как-то деваться. И многие государства, когда попадали в экономический кризис, они выживали за счёт того, что они делали высокий курс доллара, то есть понижали свою национальную валюту, понижали свою валюту. И хоть они были разорёнными государствами, но их продукцию начали закупать, начали с зарубежа, их продукция стала уже дешевле из-за этого курса, и начали закупать, закупать. А когда у тебя есть не только отечественные покупатели, а ещё и зарубежные возишь, импорт, экспорт появляется у тебя, оплата идёт в их валюте, то ты поднимаешься, ты поднимаешься, ты начинаешь развиваться, нанимать новых работников, расширять производство и так далее. Так что вот такая штука курс доллара. С одной стороны хорошо, когда он низкий, с другой стороны беда для отечественного производителя. И беда, если при этом ещё и тебе заставляют делать абсолютно свободную торговлю, ничего не ограничивать за рубежом, потому что тогда доходим до таких вещей, что даже картошка будет в богатую на картошку регионы, завозиться из-за рубежа, и за рубежа будет дешевле, чем у нас. Поэтому вот то, что я говорю, что в той же Польше более оптовые хозяйства, раз, более развитые технологии, два, ну и плюс курс доллара. Курс доллара играет очень большую роль, потому что подними его в три раза и всё, и сразу перестанут из Польши вот это всё мясо и остальные продукты возить. А сейчас у нас реально людям зачем мне эту свинью держать, зачем мне держать этого индюка, эту утку, если я выйду на базар и куплю это польское мясо дешевле, чем мне обойдётся этот кабанчик, которому надо карман для этого кабанчика получится дороже, да ещё труда сколько, чем я пойду на рынок и куплю это мясо польское. Вот так вот получается. Но опять же как государству лавировать, ему нужно и то-то-то-то-то много импортных закупок, чего нет в своей стране, та же нефть, нет в Украине большого количества нефти, его надо закупать, значит нужно низкий курс доллара, а что-то надо и продавать, значит нужен высокий курс доллара. И получается и не тудэй, и не седэй. Беда, если государство просто не думая про это тупо приказывает держать низкий курс доллара, все, как хочешь, но держи. Ну да, банк эти, госбанки, центробанки, он имеет свои сферы влияния, до какого-то момента он держит, 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 держит этот курс путем различных сопретов и вливаний. А в результате страдаются производители, так, и потом этот курс все равно в конце концов он не удержит, он как-то подскочит и начинается беда, начинается так, все импортные товары внезапно подорожали в три раза и прочие проблемы. Ну и, ну и курс доллара стабильный еще не значит, что стабильные цены. У нас на Украине уже довольно долгое время, где-то года два, я там точно не помню, но года два я так вижу где-то на одном уровне этот курс доллара. А цены растут, 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 все равно они растут, так, это не значит, что стабильный курс доллара стабильная экономика. Не все так просто. Ну и давайте все-таки к любимой теме СССР. Как хорошо было в СССР, какие тогда были дешевые продукты, могли же, могли же все дешевые продукты, да? Что было в СССР? Значит, во-первых, в СССР была плановая, я бы ее назвал, приказная экономика. То есть, приказали, что будет цена дешевая на что-то, и она будет дешевая. Так, СССР гордился на весь мир некоторым вещам. Во-первых, что у нас в СССР нет безработицы, так, действительно, работу предоставляли, работаешь, или не работаешь, нужно заводу 500 рабочих, или может обойтись сотни, все равно держи 500, чтобы гордиться на весь мир, что у нас нет безработицы. Плюс и принудительно заставляли на работу идти, своя принудима как была. Это один был момент гордости СССР, и второй момент гордости, чему очень поражались иностранные туристы, восхищались, это дешевые цены. Мы сделаем в СССР все дешевое, все. Такое, что весь мир ахрит. Посмотрите, как вот коммунизм достиг каких дешевых ценков. И достигли, так. С какими причинами это было связано? Первое, как я говорю, приказнали экономикам. Приказали поставить такую цену? Поставили. Тут я вспомню одного политика, так, нас не будем называть, в общем, стала этот политик премьер-министром, и она обещала, ну, обещала еще когда президентом, слава, но вот если я стану президентом, премьер, я сделаю дешевое мясо не больше 18 гривен за килограмм. Вот сделаю все, я сказал, что я сделаю. Или 20 гривен, уже не помню. И стала она премьер-министром, что началось. Еще она не президент, но уже решила показать, как она может. Она просто, ну, не знаю, про лично она, но у нас здесь была в райцентре такая ситуация. Приходят от администрации и на рынок к тем, кто продает мясо и говорят так, цена, чтобы не более 18 гривен, и за килограмм. 15, я не помню, где-то 30 было или чуть больше даже. Как 18? Я не помню. Я в это все вкладывался, я тратился, я старался, а ты мне будешь командовать 18? Если нет, то пошел вон с рынка. Вот так сказать, была попытка сделать приказную экономику. Ну и что? Несколько человек реально встали и ушли из рынка. Некоторые, куда? Сейчас я повезу это мясо назад, он мне испортится, куда я его делаю? Некоторые ставились продавать. Некоторые сделали так, хорошие куски мяса отложили, забрали с собой, а всякую там гадость поставили по 18 гривен и все. Хочешь хороший кусок, он не продается, я его сейчас собираю. Значит, если хочешь купить, ну тогда свини, ну будь отравленный, дадите 20 гривен, продам этот кусочек, а так, и он не продается. Значит, что началось? Началась уже теневая экономика, так? Продукты начали идти налево по повышенной цене, части продуктов не стало, так? и народ как узнал, что по 18 гривен быстренько побежали на базар, а тому же нет. Уже распродались, кто просто убрал все из родинка с такими ценами и после лесом сказал, кто продал и счастье, кто что, ну и быстро этого мяса не стало. Значит, что получилось? Просто приказать, это не выход. Если ты приказываешь, то ты должен. и корма дать этому, кто продает дешевые, или давай ему какие-то субсидии, чтобы компенсировать, ну и при СССР экономика была плановая всем, кроме личных подсобных, хотя если это был малый процент экономики, ну так, экономика была плановая всем, значит, и что? Там было расписано, значит, если ты, такая-то цена на Слинину, значит, такая-то цена должна быть на зерно, такая-то цена должна быть на кормикорм, причем в приказовом порядке. Вот у нас здесь село вроде бы, третье по размеру в Советском Союзе кормикормовый завод. Он сейчас пустует, ему делать нечего, этому кормикормовому закону. Такая махина огроменная, два, как у нас говорят, ой, башни-близнецы, смотрите, здоровенная такая махина, многоэтажная, две такие башни. Чем он занимался? А при СССР было так, значит, колхозам приказ, столько-то того, 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 того ты должен завести на кормикормовый завод. Столько-то кормикормов ты должен закупить с этого кормикормового завода. Приказно все. Вынужден закупать. Выгода тебе не выгодна, приказно на все. И поэтому и заводы эти работали, как только пришли на рыночную экономику, оказалась его продукция невыгодна, от него отказались. Есть сейчас производитель кормикормов, но не он. Он почти ничего не работает. Есть другие, которые более выгодно производят. А тогда было все по приказу. Некоторые вещи, надо сказать, были и дороже, например, ну вот эта мода на кроличьи шапки. Кто сейчас ходит в этих кроличьих шапках? Уши, ну как вообще эти кроличьи шкурки никому не нужны, потому что они облезают за год уже. А тогда кроличьи шкурки я кроличьи шкурки держал, в детстве держал, были очень в цене, очень неплохая цена была на эту шкурку и принимали в население. Вот государство сказало развивать проликорство, все, поставило высокую цену на кроличьи шкурки. Но на большинство продукции цена все-таки была низкая. Низкая. Ну, что получалось? Привозят эту свинью в магазин, так, а продавцы прекрасно принимают. Так что, что, вывези сейчас эту свинью на продажу, цена дешевая, сейчас ее раскупят, они у них. Значит, теперешнее поколение не может понять вот эту фразу. А тогда прекрасно понимали люди по-моему саму весь хохотал, когда Петросян рассказывал, ну, типа, о своей поездке в Америку. Такая у него была монолог. Процитирую. Что я там узнал, товарищи? Какое открытие здесь? Оказывается, свинина, свинина, это мясо. Я же думал, что это как у нас, сало, кожа, копыта, там хвостик этот. А в Америке у свиней мясо есть. Если деликатес, то ноздри. А в Америке у свиней мясо есть. И ты как в школе указка и местнику указываешь, какой кусок тебе отрезать. Тебе было у нас указать мяснику, какой кусок тебе отрезать. Если укажешь, он у тебя и отрежет. Зал, хохота, все прекрасно понимали, о чем идет речь. Почему? Это были последствия той флановой экономики. Значит, что было в магазине, привозят этого кабанчика. Значит, что? Самые худшие части на продажу. Все, приходишь, выбирать нечего. Не понимаете, какая-то всякие дрянные куски. Все самое худшее, только на продажу. Хочешь что-то лучшее, значит, надо быть знакомым с продавцами, с домомагазином, подходить к ним, им еще принести макарейш, или доплатить сверху. И тогда тебе дадут этот нормальный кусок мяса. Сейчас это как бы, непонятно. Я пришел в супермаркет, я хочу себе, я выбрал худшие, дешевле, я выбрал лучшие, дороже, пожалуйста. Они по-разному называются, они разные цены, или там магазинчик, пищев, свежего мяса. Что выбрал за то заплатил. А тогда вот государство приказало, что цена какая-то на свинину. Свинина, такая-то цена. Выводная цена. Все, на любой кусок мяса. Понимаете? А здесь разные по качеству. И выставляли на продажу самые худшие. Все, что лучшее, надо было идти, договариваться, и доплачивать. То есть, и как бы реально оно дешевле и было, но чтобы его нормально купить, надо было заплатить. Другое, это было дело, скажем, просто так, от чужого человека. Кто тебе взятку и не возьмет, потому что, бывало в ХСС, подсыпали, людей, чтобы поймать по-топорционной взятке. Нужно было быть родственникам, знакомым. В колодике родственникам, знакомых не было, так и куковали, стояли в очередях. Вообще, эту свинину, вроде бы, в здоровенной ферме мы были, ну как, полумнимательно я все вспоминаю, я как-то. Ездишь в один магазин? Нет. Другой местной магазин? Нет. Садишься в эти троллейбусы, и в третий магазин стоит очередь. Что есть? Говорят, вроде, то что там, становишься, ждешь, 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 ждешь. Принципи. Ой, радостно. Все кричат, больше килограммов, не давать, не давать, а то всем не хватит. Ну, вот такая была ситуация, знаете, если сейчас делать приказные, цены на продукцию, приказные цены, то нужно полностью вводить совместную систему. Полностью. То есть приказ должен быть и на то мясо, приказ должен быть на цену на зерно, на капликор, на все должно быть. Приказ, и государство, в то же время, должно следить, что у этого фермера был трактор или комбайн, поставлять ему этот трактор формат. Государство должно за всем следить, а государство, как тогда оказывается, за всем следить не может. Постоянно были дефициты, постоянно всего не хватало, потому что, кто имел доступ, тот потешевке греб, понимаете, вплоть до того, что люди хлебом, батонами, коррели свиней, потому что хлеб потешевый, как всегда по приказу, понимаете, а другие на селах пекли свой хлеб, потому что невозможно добыло дождаться. Приезжала эта лавка хлебная раз в неделю, привезет хлеб, привезет, а дальше всего доедет, уже не хватило. И люди пекли свой хлеб, потому что дожидаться это все раз в неделю, и потом с честным хлебом сидят, когда было верное дело. И так совсем. Кто имел доступ, кто имел постоянные эти дефициты, постоянные вот эти вот взятки, да. Вот даже этот фильм, этот фильм, все его на Новый год смотрят, так, с легкими парами, или университет. Помните, он там ходит по квартире и показывает, вот это мой гардероб, так, он стоит там 100 рублей, а так говорит, и 20 сверх того, а этот, я дал 25. Вы знаете, я не помню, сколько он стоит, но вот 120, а то говорит, я дал 25. что это за такое? Сверх того, это надо было кому-то дать на лапу, чтобы тебе достался этот комод. А иначе приходишь, нету, нет, 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 нет продажи, или даже если стоит, что его деньги, этот уже продан, все выявленный купить, он уже продан, все это продать. Куда не ткнешься, ничего нет. Это в какой-то мере тоже было выгодно государству, потому что людям хватили деньги, хватили зарплаты, а девать эти зарплаты людям было нерегулино, отвечая за этих постоянных дефицитов, и люди эти зарплаты несли обратно государству, несли вклады в эти банки, вклады в эти банки, по сути, это все же у государства обратно. А потом, когда наступил момент, когда люди решили, что надо все это с банка снимать, вот тогда-то наступил и хоррец. Тогда очень сильно. Ну, государство, если бы оно все это выплатило, то либо наступил бы тэф, либо наступила бы уже в тот момент гиперинфляция, моментально, если бы наступило, что-то мало для денег просто, либо государство просто саморозило эти вклады, и так это все не пропало. Ну, а второй момент, почему, например, продукты дешевле значительно были. Это дешевый, почти бесплатный труд. Вот это надо понимать, что было в СССР. Что было все. С одной стороны, жителям Сива хватили зарплаты, уже, можно сказать так, с 70-х годов, потому что еще годы 50-е, 60-е работали вообще за трудно-дни. Тебе ставят отметочку, что ты отработал столько-то трудно-дни в году, и все, ничего не платили. Деньги в селе имели только врач, агроном, учитель, все. Простые полуходники ничего не имели, только за счет своего хозяйства выживали, на которое тоже были налоги. И сейчас времен Сталина были налоги, на садовственное хозяйство, при Хрущеве они очень были подняты, сильно. Но жители села вообще долгое время им ничего не платили. Потом стали вроде бы платить зарплаты, но опять же, как я упоминал, дефицит был при СССР, даже в городах на все был дефицит, а в селах то уже вообще был дефицит. Такой, что деньги было девать некуда. Понимаете? Ну выберутся эти сельские люди при тогдашнем никудышнем транспорте, выберутся они там раз в пару месяцев в город, пойдут по магазинам из-за тотального дефицита, купят какую-то шмотку ширпотребную, знаете, то-то-то-то надо купить, ничего нет, вернуться в село и опять эти деньги есть, девать их некуда. И что получалось? Люди несли деньги обратно к государству, в банк. Вот. А часть денег и пропадала, были денежные реформы, при Сталине была денежная реформа, когда очень много денег пропало у людей из-за этой реформы. были государственные займы, при Сталине заставляли просто нести деньги государству и взамен отдавали эти акции, облигации государственного займа, которые никакой ценности не имели и потом при Хрущеве еще эти облигации отменили, сказали, это все ерунда, государство разорится, если мы все эти деньги выплатим. Опять же, очень активно заставляли людей в поселах. И вообще в поселах очень много было бесплатного труда, или практически бесплатного. Простая ситуация, так, значит, свекла, сахарная свекла, кому-то ее надо полоть, кому-то ее надо полоть. Это сейчас все гербицидами, это, конечно, хуже, что захимизированная пища, все, но сейчас фермеры, они не хотят нанимать людей на прополку, это дорого, люди за копейки тебе пропалывать не будут, люди будут полоть. Вообще сейчас еще некоторые фермеры нанимают пропольщиков, но те идут только на те поля, где уже гербицидами обработано, и так какой-то все-таки сорнячок выткнулся, то там только бегом-бегом-бегом ссопаешь. Только на такие поля согласны. И то фермеры уже отказываются начисто, потому что говорят, людям платить слишком дорого, слишком дорого нанимать человека. Они говорят, сейчас такие деньги хотят, что мне потом этот сахар не вернется. А за союза там я не помню, за полгектара по-моему давали или за гектар давали два мешка сахара, или два центнера сахара за гектар давали. В общем, это совсем мизер. Особо желающих не было. Но люди брали и по полгектара на человека, а в далеких селах, где огромные колхозы, а село маленькое, и по два гектара на одного человека в семье заставляли брать. Причем уже могло быть 14 лет ребенка, уже на него считали. Заставляли брать эту свекунду. Но спрашивается, как заставляли? Ну, застав человека два гектара выполнивать, да даже полгектара. Тут дачники по шесть соток, да, и как я обахиваюсь на этих шести сотках целое лето. А тут полгектара надо несколько раз выполнить. Особенно первая прополка это кранты, это когда этот, ой, как вспомню, этот бурячок махонький еще, да, или морковь, морковь тоже гектары пополоть, оно еще махонькое, сорняки уже большие, полуслепой, сапаешь, 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 это все нужно одним бегом, одним бегом, потому что оно перерастет, все, хана, ты потом ничего не найдешь, там, да, еще и не заплатят, да, ну как заставляли к этому всему, а были свои механизмы, не хочешь брать эту свеклу полоть, значит, твою корову пастись не пускают, государственная земля, государственное пастбище, не имеешь права свою корову на пастбище выгонять, хочешь для своей скотины сенокос иметь, не дают тебе сенокосы, огород хочешь иметь, так, огород тебе не дают, ну, возле дома, там, пару соток, это вроде твоя уже частная собственность, если у тебя есть дом, а хочешь чуть больший огород, до свидания, это государственный, ты государства не слушаешь, не хочешь брать свеклу полоть, значит, не будет, соответственно, молоко, держишь корову, значит, не сдаешь столько молока государству, значит, тебя тоже прижмут, за то, что ты его не сдаешь, и вот так получалось, что очень много всего, это лишь отдельные примеры, а так много чего в колхозах заставляли людей делать, почти за бесплатно, вроде бы и платили, но это была оплата совершенно несоразмерная усилием, понимаете, те же, те же доярки, это же кошмар труд, это физическая работа, убитое здоровье, эти ведра, эти мешки с зерном таскают, понимаете, этот навоз вышвыривает, это все, и они почти сна не имели, эти доярки, 3-4 часа за ночь поспали, потому что утром уже дойка, перед выпасом летом надо встать, еще среди ночи фактически, так, потом обедняя дойка и кормежка, там кормежка, потом вечерняя дойка, кормежка, уборка, и ты в 2 часа ночи приходишь домой, а уже в 4 нужно тебе идти на ферму, понимаете, это зимой еще немного отсыпались, а летом вообще практически не спали, при этом у тебя еще свои огороды, свое хозяйство, кормить надо семью, все, ну это адский труд, и то, что им там платили какие-то зарплаты, это мелочи, понимаете, другой вопрос, что из села еще идти было некуда, в крупных селах, которые близко к трассам, которые близко к городам, там, да, из них еще более-менее выбраться можно, было и не сильно тебя держали, потому что, ну вот я в таком сейчас поселке живу, вроде село, 4 тысячи населения, ну от него куча дорог во все стороны, фактически, ну где-то с 20 сел, чтобы им приехать куда-то дальше, в райцентр, в областной центр, им нужно ехать через наш поселок, то есть он такой, как бы даже центральный, когда-то здесь район был, райцентр, потом его подсоединили к другому району, и вроде бы село, так, но это такое популярное село, да, я там по дискотеках не ездил, но говорят, говорили девчонки из сел, что, о, у нас если пацаны приезжали из Голоп, так, то это уже прям городские, это уже элита, Голомы из Голоп, знаешь, приехали, сел, то есть как бы село, так, но это такое село, что сюда еще переезжают из сел, вот, и из таких сел, еще выбраться было более-менее, но из дальших сел, где людей не хватало, где земли много, нереально было выбраться, так, первые десятилетия в СССР вообще сельские жители не имели документов, не имели паспорту, а это ж куда-то поехать, даже билет на поезд, тебе не дают без паспорта, потом паспорта завели, но паспорта лежали в сельсовете, все в сельсовете лежали паспорта, с большим трудом можно было их получить, эти паспорта, то есть никто их тебе не давал, чтобы ты из села не выезжал, чтобы ты сидел там в селе и жил той жизнью, которая тебя заставляет, а без паспорта в СССР долго не просуществуешь где-то в городе, проверки различные, тот же поезд, тот же что, все нужен паспорт, тем более в городе на работу не устроишься, без паспорта нигде, придется тебе возвращаться в свое село, и особенно в таких мелких, забитых селах, людей держали жестко, можно было там поступить в институт, но еще надо было идти в сельсовет, требовать там, кулакам стучать, проситься, доказывать, чтобы тебе дали тот документ, нужно было идти еще и проситься, вот, это моя мать, она поехала в медучилище, и ей какую-то справку из сельсовета они сходили дать, потому что ее мать там не сдавала молоко на корову, государству не отдавала, вот, она потом со слезами там ходила, просила, добивалась эту справку, говорит, до чего же люди гнилые, а, ну, такая была система, держали всеми силами его, понятно, там, ты, например, мог пойти, ну, например, в военное училище, это было непопулярное направление, если ты придешь в военное училище, тебе обязаны в это документы, если тебе не дают, ты пойди в военкомат, то там военкомат, позвонил, как в песочек, сразу тебе выдадут этот паспорт, вот, но тебя и проконтролируют, поступил ли ты, и не поступить в военное училище, надо, это было очень тяжело, не поступить, любой бред написать, все равно тебя принимают, годят, значит, что, что я хочу сказать, довольно тяжело и сила было, выбраться, людей там держали, и люди вынуждены были за эти копейки работать, и, ну что, держали свои хозяйства, сдавали это свое молоко, в том числе государству, хоть оно, по сути, копейки стоило, но, в принципе, была дешевая, соответственно, и та картошка, можно было за 3 литра самогона купить прицеп навоза, там, ну, всякое, кто на ферме работал, из фермы подворовывал, кормил свое хозяйство, ну, система такая была, целая, запутанная, что на чем держалась, ну, конечно, если люди вывозили свое молоко, свое мясо на рынок, и все, это стоило значительно дольше, домашняя картошка, все на рынке в советские времена стоило значительно, значительно, то же, чем в магазинах, оно отличалось по качеству, так, в магазинах, вот, например, было дешевое, так, например, про свинину, я, для примера, рассказал, а, пойди в магазинах по картошку, дешевая картошка в овощном магазине, только она такая, та гнивая, та побитая, этими комбайнами советскими, они очень сильно били многие, всякое в перемешку, выбирать не имеешь права, бери все подряд, ты только попробуй выбирать, укажешь мяснику, что отрежет, он у тебя отрежет, попробуй выбирать эту картошку, тебе продавший царет, я тебе сейчас повыбираю, я тебе повыбираю, сколько привезено, столько должно быть продано, так как вы видите, то есть, ну, такая была нюанс, дешевизна, имела свои недостатки, но, как только стало проще, с этих сел выезжать, как только перестали эти паспорта, у людей насильно держать, очень много людей в сел поближали, некоторые выезжают из-за безработицы, так, но, даже, если есть работа в селах, я вот так вижу, люди сейчас, своих детей учат в селах, они настраивают их на город, иди учись в город, и ищи работу в город, все, мы, поработаем и здесь, нам и здесь обойдется, но ты учись, и езжай в город, не то, чтобы все, но процентов 80, вижу, настраивают детей на город, никто не сильно, в этом селе не рвется, сожить, и в СССР бы так много людей в селах не жило, не пахали бы на такой работе, если бы не держали насильство, поэтому вот дешевизна продукции была в значительной мере из-за этого, точно так же, как незахимичность продукции в значительной мере была из-за этого, да, не надо было столько гербицидов валить, потому что, что, потому что припахали людей к ухозе, и они тяпками это все обрабатывают, и они все обрабатывают, то, что они убивают свои суставы, то, что они убивают свой позвоночник сверху донизу, кого это в городе, который ест эту продукцию, волнует, понимаете, никого это не волнует, да и, собственно говоря, ну даже и не знали другой жизни, так были привычны, что надо это все выпалывать, выпалывать, и выпалывать бесконечно, и продукция была незахимичная такая, были свои недостатки, там были, например, от жука в свое время использовали, там это же, ДДТ, ДУСТ, полихлорпинен, это довольно сильнющие яды, но в целом, гербицидов почти не давали, где можно было припахать человека с тяпкой, там гербицидов не знали, на пшеницу, ну да, там с тяпкой не полезешь, там были гербициды, на зерновых, а где можно припахать человека, бабка, бабка-сапка, там пахал человек, поэтому оно и было не такое захимичное, это уже так к слову, в общем, что я скажу, давайте подсуммируем, я говорил, будет долго и нудно, я говорил, и так, цены, цены сильно зависят от развитости, крупности производств, продаж, перекупов и так далее, то есть оптом дешевле, это один фактор, который сильно влияет на цену, цены очень сильно зависят от современных технологий, опять же, их моментально так не ведешь, так как они требуют закупки дорогого оборудования, а кто-то это все должен спонсировать, а не очень-то много этих спонсоров, это все требует немалых вложений, цены сильно зависят от налогов, взяток, откатов и прочих неприятных вещей, цены сильно зависят как в хорошую, так и в плохую сторону от курса доллара, причем не всегда этот низкий курс доллара, это хорошо, он может быть в одном хорош, а в другом даже очень плохо, ну и цены сильно зависят от дешевизны рабочей силы, поэтому многие государства стремятся завести какие-то производства в дешевые страны, где низкие зарплаты, где люди привычны к маленьким зарплатам, но вот, например, много зависит от политической ситуации, так, вот та же Украина, мы работаем здесь привычным к зарплатам за 100-150 долларов в месяц, если перевести на доллары, поселок люди вообще за... ой, за 60-70 долларов работают, теми же доярками в поселках, есть таких, знаю таких, еще она и на два села ходит, и она работает, ну не на два села, живет в одном, идет в другой, дояркой, у какого-то фермера, по зарплату 60 долларов, вот кошмар, понимаете? С одной стороны, было бы хорошо здесь открывать свои производства, но часто не стремятся те, кто дают кредиты, кто учат, как развиваться, они приезжают и начинают тебя учить, как вы могли бы поднять свою экономику, вот вы могли бы лес продавать, у вас там есть на Волынске уголь, вы могли бы уголь продавать за рубеж, вы могли бы торф, делать торф-фабрикеты, продавать за рубеж, вы могли бы то-то-то... слушайте, учат тебя просто продавать то, что у тебя выросло и выкопано из земли, продавать куда-то, разорять по сути себя, и они тебя как бы этому учат. Нет, ты не научи, как вывозить этот лес, ты научи, как из этого леса делать что-то технологичное, какую-то мебель, какие-то хорошие изделия, да помоги развить эту технологичность и выпустить такую мебель, что, о, за рубеж будет рад у тебя ее купить. Научи не железо продавать, а научи продавать, делать из него компьютеры, машины, дешевые, выгодные, технологичные, помоги это все развить и эти машины продавать. Ну, например, выгодно ли Европе развивать производство в других странах машин? Автомобиль выгодно? Нет, его будет категорически против. Потому что Германия, Франция, Италия, они, чуть не вся Европа, что будет своей автомобилей. Что же они будут спонсировать? Ведь это производство автомобилей. А вот железо, чтобы ты им поставлял металлопрокат, это, пожалуйста, поставляй. Поэтому спонсоры, они часто развивают, учат тебя и ставят такие условия, чтобы ты развивал совсем не то, что тебе выгодно на самом деле, а то, что выгодно им. Вот такие вещи нехорошие. И особенно, если это завязано на курсе доллара, то часто получается их продукция значительно дешевле. А твоя дороже, и ты не можешь с этого никак вывезти. И ещё момент, который я хотел упомянуть, почему, например, нас не стремятся развивать за рубеж свои производства, потому что политическая ситуация. Кто хочет строить какие-то технологичные заводы, которые требуют немалых вложений, в стране, где сегодня один президент, завтра уже майдан, бунты скидают, сбрасывают президента, власть меняется, кто знает, как эта новая власть, администрация к тебе отнесётся. Где сейчас какие-то революции, где война идёт, пусть не объявленная война, которая там названа, а то, но она идёт. В стране, где идёт война, вкладываться в развитие каких-то заводов. Да, может, завтра уже танки будут ехать по твоему заводу стрелять. Никто не хочет, все ждут стабильной ситуации. И хоть у тебя в государстве и дешёвая рабочая сила, но не спешат, не спешат в тебя вкладываться и чем-то тебе помогать, ждут, пока всё успокоится. Только оно годами не запыхается. Вот так вот. Не так всё просто, как говорят некоторые политики. Я приду к власти, я сделаю дешёвые продукты. Всё. Я подниму зарплаты, я устраню безработицу, я вот прикажу и я всё сделаю. Не так оно всё просто. Чтобы приказывать, нужно вообще построить опять СССР с его плюсами и минусами. Я не думаю, что какой-то политик сможет просто так взять всё государство, переделать опять на СССР, ну, на ту систему. Нет у него такой власти. Ну, и в СССР были свои недостатки. Очень большие они тоже вырезают. А просто, если он придёт и начнёт командовать, заставлять примутительно подлежать цену, ничего вот этим не наводит. Это от многих, многих факторов зависит. И не так всё просто. Извините, что долго говорил, я предупреждал, что будет долго. Смотреть моё видео не на что, только слушат. И вот так вот оно всё оказывается непросто. Очень жаль, что, по моему мнению, по моему мнению, слишком сильно влияет на цены наши, влияет всё-таки фактор взяток и отката. Я это могу сказать не только за Украину, за Россию, за весь СНГ. Не знаю, как там прибавить. Вроде бы там почти Европа, да. Но у нас, к сожалению, очень сильно влияет. Очень. Я как вспомню, как у нас у отца знакомый, он, не буду называть город, но он там начальник почты. Поэтому, по городу, областному центру, начальник почты почтовых всех отделений. Обычной вот этой нашей, постсоветской почты. Так он говорит, будучи начальником почты, выстроил уже себе и каждому сыну двух-трёхэтажные дома. Говорит, в деньгах купается. Не могу понять, как на почте, как на почте можно что-то зарабатывать. Ну, не по ссылке, что он вскрывает людей, слушайте, там с ножиками ворует оттуда. Ну, на чём? Даже на почте можно зарабатывать. И на медицине бесплатной, государственной можно очень много денег отмыть. Знаем, как это делается. Например, надо закупить на почту компьютеры. Компьютеры стоят условных там сто тысяч. Приходит какая-то фирма, с фирмой договаривается. Мы у вас покупаем компьютеры за 200 тысяч. Вы мне 50 тысяч в карман, 150 тысяч вам. И им хорошо, потому что реальная цена этих компьютеров 100 тысяч. И ему хорошо, потому что он сразу 50 тысяч в карман и пошёл себе на настроение. И такого много, очень много всего закупается по таким ценам, что оно просто нереально. И потом это всё выливается на других людях. Потому что если он за такие деньжечки потратились на ту почту, значит потом почтовые услуги будут повышать цены. Потому что ну как-то вернуть надо эти 200 тысяч. Если закупили какой-то там медицинский аппарат, который стоит 2 миллиона какой-то МРТ, а его закупили за 3 миллиона, значит этот лишний миллион как-то надо возвращать, значит поставить цену на МРТ услуги намного выше. Это всё отбивается на людях. И очень жаль, что большой конечно процент влияет увы, большой процент влияет. Я уверен в этом. Вот эти откаты, распилы и прочие вещи, не говоря уже сколько там всего уходит в карманы например на таможне, это вообще отдельная тема. Кто с этим имеет дело уходят 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 сколько миллионов уходят через эти таможни. Всё это влияет на цены к сожалению и не будет этого всё уже свобода. Но опять же какой политик придёт к власти и моментально прекратит все взятки откаты распилы во всех прям сферах и моментально прекратит. А его скорее те бизнесмены и те чиновники которые в этом задействованы снайпером наймут и пристрелят его понимаете или другим способом уберут из жизни или власти кто к этому всему привык и кто на этом очень много зарабатывает чем чем мы это сделали так. Это всё если делать нужно десятки лет. Ну и остальные факторы увы влияют очень сильно поэтому мы вот в такой вот бедности зарплаты не растут цены растут несмотря на стабильные курсы долларов более менее стабильные как тебе не радуйся и поедешь за рубеж как посмотришь ну я не говорю Зимбабве а поедешь в какую-то Европу посмотришь как там блин да ещё на их зарплаты поскольку и бешево живут и у людей за рубежом происходит просто взрыв мозга насколько там всё дешевле почему бы не сделать у нас ну так вот если просто взять и понизить все цены и ничего из этого не получится всё гораздо сложнее дольше если просто понизить цены ну в принципе понизить цены в приказном порядке можно на всё взять и на всё понизить цены но тогда придётся сразу всем понизить зарплаты пенсии пропорционально все социальные выплаты которые есть пропорционально понизить и тогда возможно ещё такое реально ну собственно а что тогда изменится что ценообразование гораздо сложнее и можно целые длинные лекции читать что что имеем то имеем так страны той же даже восточной Европы где была социалистическая система они гораздо раньше от него отошли и там тоже был сильный дефолт и они пришли через большие трудности я помню как нам ездили поляки ещё в конце 80-х это капец у них цены на всё скакали страшно они гребли всё все наши товары гребли к себе у них тогда был этот дефолт гиперинфляция цены в миллионах стали но они через это прошли быстрее а мы увы топчемся на месте и так ли быстро получится из этого всего выкоробкаться всех вышеназванных причин не знаю что ж я бы хотел чтобы зрители кто думает что так я сказал что не так у кого своё мнение почему у нас настолько высокие цены почему они могут скакать сами по себе и просто несравнимо с другими странами можете высказать своё мнение повторюсь я приводил примерное сравнение по скажем таким ценам как продукты одежда что-то такое самое бытовое потому что езжать например в ту же польшу сделать маникюр там уже значительно будет дороже потому что они привыкли к высоким зарплатам а здесь плата идёт прямо за человека который тебе этот маникюр делает это не автоматика что ты вставил руку и тебе автомат там засела сразу на этот автомат десять человек и ему сделали быстро маникюр нет тебе будут делать один человек человек привык к высокой зарплате и ты будешь ему за это платить соответствующие деньги захочешь ты сделать массаж массажист привык к большим деньгам к высокой зарплате там массаж будет значительно дороже вот но вот на такие ходовые вещи основа так сказать жизни одежда еда жильё гораздо там с этим проще получается по крайней мере дешёвых вариантов много пойти в ресторан покушать да там будет недёшево потому что ты тоже платишь за обслуживание за официантов за барменов за всех они тоже хотят иметь хорошую зарплату но вот просто пойти в эти супермаркеты в их гортовни как они там говорят значительно дешевле и люди просто выжасаются вот как она сказала я здесь просто мясо уже покупать не могу то что я с Польши привезла заканчивается а то что здесь я не могу покупать потому что я как вспоминаю какие там цены говорят о ВСД вам как я буду такие деньги здесь платить при наших то заработках намного меньше чем у поляков ладенько не будем отгростным если кто имеет свою точку зрения свои мысли согласен или не согласен пишите в комментариях жду ваших комментариев до новых встреч следующие видео будут более короткими а это тема очень обширная увы вдруг в две строки не уложишь вернее сказать это все по тезисах можно но объяснить свою точку зрения подробно чтобы более-менее помнили почему я так считаю это я уже посчитал что придется все-таки выговориться и рассказать побольше подробнее все до следующих встреч до следующих видео всем хорошего настроения и оптимизма чтобы в 19-м году в 20-м году в будущем были оптимистичнее чем сейчас и какие бы там трудности не были воспринимали их легко всем хорошего настроения до встречи субтитры субтитры и субтитры и субтитры